Дорогие друзья, я рад вас вновь приветствовать на своей очередной видео лекции. Если предыдущие две были посвящены в основном духовикам, потому что они затрагивали проблемы исполнительского аппарата и исполнительского дыхания, то эта тема более широкая и она касается всех музыкантов-исполнителей. Сегодня речь у нас пойдет о сценическом волнении. То есть, я думаю, эта вещь актуальна для всех вас. Все в той или иной форме с этим волнением сталкиваются. Я очень много об этом думал, анализировал, даже выпустил небольшую статью на эту тему. Вот поговорим об этом сегодня. На мой взгляд, я считаю, что волнуются абсолютно все исполнители, абсолютно. Просто кто-то со своим сценическим волнением справляется, а кто-то нет. Но присутствие оно у всех. Причем у всех оно по-разному выражается. Кто-то забывает текст, кто-то настолько выходит от волнения зажатым, что не может взять даже вдох. У кого-то трясутся руки, кто-то путает, кто-то вообще психологически не может издать первый звук. У всех по-разному. Так, прежде всего, давайте поймем природу этого волнения. Оно идет, прежде всего, из головы. А реакция, в основном, все физиологические. То есть, в той или иной степени. Сценическое волнение можно различным образом пытаться снизить, его последствия преодолеть. То есть, например, скажем, если вы знаете, что вы волнуетесь первые три минуты, потом вы как-то приходите в норму. То вот конкретно текст произведения, который будет сначала, вот эти первые три минуты, нужно выучить просто в несколько раз лучше, зная, что ты будешь волноваться в этот момент. И нужно выучить на 150%, чтобы при волнениях получилось хотя бы 90%. Если пересыхает во рту, то я считаю, что вот многие говорят, что с водой выходить на сцену неэстетично. Но, с другой стороны, если мы, когда пересыхает, не попьем, наше исполнение будет хуже на сухом горле, на пересохшем губах. И, соответственно, тут из двух зол выбирают меньше. Лучше попить водички и сыграть более-менее хорошо, чем водичку не попить и не сыграть вообще ничего. Вот. Также очень полезно перед выходом на сцену сделать несколько действительно глубоких вдохов, чтобы зациркулировала кровь, чтобы сердцебиение как бы уменьшилось. Некоторые, некоторые прибегают к различным препаратам, типа Абзидана. Ну, я вот не поклонник таких мер, потому что я считаю, что как бы использование этих препаратов – это путь в один конец. То есть, если ты начнешь их принимать, ну, там, то в дальнейшем ты уже просто без них вообще сыграть не сможешь. И сначала ты одну таблеточку Абзидана принесешь, потом тебе не хватит, ты выпьешь две, а это уже будет плохо, как бы влияет на весь организм в целом и повредит, соответственно, исполнение. Так? Если смириться с волнением как с данностью, то его легче преодолевать. Самое главное, самое главное – не заталкивать его в себя. Ну, надо понять, да, я волнуюсь, а вот эти многие говорят – я не волнуюсь, я не волнуюсь, я спокоен, я абсолютно спокоен. Это заталкивает волнение внутрь и не помогает с ним справляться. Вот у меня даже был такой пример, что мне однажды нужно было в составе оркестра сыграть очень сложное оркестровое соло за границей. Вот, причем мне просто пришлось подменить музыканта, который должен был его играть. И, естественно, я очень сильно волновался. Но как-то вот я сумел привести себя в равновесие, и вдруг перед этим соло, мой коллега справа, решил мне как бы сделать лучше. Он меня оттолкнул и сказал – да ты не волнуйся! И вот это у меня было спусковым крючком, я начал волноваться так чудовищно, что, в принципе, еле-еле я это сыграл. То есть, соответственно, чтобы с этим состоянием волнения совладать, нужно просто понять – я буду с этим волнением играть, мне никуда не деться. Я попробую его обратить, наоборот, на свою пользу. То есть, да, я волнуюсь, но я попытаюсь с этим волнением играть. То есть, мне как-то, ну, может быть, даже где-то поймать этот кураж от волнения, чтобы играть более эмоционально. Вот так, в эту сторону, если идти, это гораздо легче. То есть, нужно просто для того, чтобы меньше волноваться, нужно часто просто выходить на сцену. Если вы знаете, что вам предстоит конкурс, вам предстоит какой-то там ответственный концерт, постарайтесь до него несколько раз сыграть на более там ответственных площадках. Ну, там, чуть ли не в детский, можно в детский садик прийти, там, можно просто музработника, он там, устроит для детишек сыграть. То есть, можно сыграть в студии, в каком-нибудь, в доме культуры, где угодно, лишь бы была аудитория, любая. То есть, и чем чаще, чем больше вы перед концертом сыграете для такой аудитории, тем уже вам будет спокойнее, вы уже в этом состоянии будете. Оно для вас будет не новое, да? Потом существует волнение, которое, волнение оркестрового музыканта, так называемое. То есть, здесь человек волнуется от того, что у него чувство коллективной ответственности. То есть, если он играет на сцене один, как солист, ну, плохо сыграет, скажут конкретно, что да, вот этот Вася Иванов, он плохой исполнитель. Но, если он в составе оркестра заволнуется и плохо сыграет, то это могут сказать, что плохой оркестр. Вот, и из-за этой коллективной ответственности исполнителю приходится еще сложнее. Здесь очень важно, в этой ситуации, поддержка коллег вокруг, чтобы, как бы, ну, человек понимал, что все с ним, что все за него переживают, ну, как бы, ему так будет легче. И еще очень важный совет. Если вы играете оркестровое соло, постарайтесь выучить его наизусть, потому что дирижер тоже живой человек. И во время концерта он может сам заплыть в темпе, перепутать сетку. И если вы будете смотреть на него, в этот момент, а не в ноты, во время вашего соло, то вы будете, как бы, всякие непредвиденные ситуации больше контролируем. То есть, да, значит, мы оркестровое соло стараемся выучить наизусть. Как ни странно и банально, но, как бы, чтобы справиться с волнением, нужно чаще-чаще играть эту оркестру. Ну, вот, буквально, в каждую свободу, на минуту, там, в коридоре, во время занятия это соло повторять, чтобы у вас оно было доведено до автоматизма. Чтобы, как бы, во время игры вам помогал сам организм, у вас уже, чтобы руки автоматом работали, там, ну, у духовиков губы и так далее. И тогда, естественно, какой-то будет дискомфорт в любом случае, но он будет минимизирован вот этим вот тем, что у вас оно действительно выучено на сто с лишним процентов, да. Вот, также, еще один из таких факторов, которые помогают более стабильно выступать, это тоже ничего нового, но это регулярные, регулярные занятия. То есть, если ты знаешь, что ты каждый день конкретное количество часов занимаешься, у тебя организм всегда готов и физически, и психологически. И ты, там, ни накануне концерта начинаешь по пять часов заниматься, там, до этого ничего не делаешь, потом начинаешь заниматься, организм у тебя, то есть, у него такие пики нагрузки вот так и вот так, и, естественно, у тебя могут быть всякие неожиданности при этом на сцене. Однозначно, потому что у тебя нету стабильности, нету предварительной накатанности, да. Частый, вот еще есть один способ, если у вас пересыхает помимо воды, вот можно духовикам покусать вот так задними зубами края языка. Сразу начинает рефлекторно выделяться слюна и смачивает ваше горло, потому что у нас сухое горло при вдохе, оно просто невозможно. Сразу будет и звук лишний, призвук при вдохе, и будет пересыхать, будешь чаще-чаще брать. В общем, в результате это все будет отразиться на вашем исполнении. Старайтесь на сцене тоже быть максимально расслабленным физически. Нужно думать, что все-таки очень большая роль в игре на инструменте – это физиология, то есть, это правильная постановка, это если вы стоите там ровно, это если ваш позвоночник правильно стоит, то есть, вы не сутулитесь, вы еще что-то, это тоже вам помогает. Это очень полезное занятие йогой, и многие действительно известны, я вот не знаю, как на других инструментах, но у духовиков очень много исполнителей знаменитых, которые занимаются йогой, потому что йога нормализует давление, нормализует дыхание, абсолютно избегает зажать, ну, то есть, на сцене человек не зажат, если он не зажат, значит, он психологически тоже свободен, что тоже, как бы, плюсик в корзину, которая, вот, против волнения, да? То есть, йога, плавание – это все тоже очень-очень помогает, дабы избежать сценического волнения. Очень вреден, очень вреден алкоголь, действительно вреден. Многие, наоборот, думают, сейчас я полтинничек выпью, и меня перестанет трясти, там, все. Но это тоже, как бы, палка о двух концах. Кто-то выпьет полтинничек, там, крепкого, и первые, там, две минуты ему будет хорошо. Но хорошо-то – это иллюзия состояния, потому что оно достигнется за счет алкоголя, и когда он начнет играть в этом приподнятом состоянии, там могут быть различные сюрпризы, которых он в человек просто не ожидает. То, что в помощи алкоголя с волнением тоже бороться бесполезно. Просто, действительно, вот, я знаю очень много случаев людей, которые думали сначала, там, в полтинничке я выпью. Это как вот с таблеткой Абзидан. Выпивает он полтинничек, да, как-то бывает, справляется, думаю, а потом у этого полтинничка не хватает. Он начинает стольничек, 100 грамм, там, 150, ну и потом выходит на сцену абсолютно пьяно. И, сами понимаете, какая тут игра, да? Также, также, вы поймите, что волнение, оно, вот, лишний мандраж, лишний, как так называемый, он не идет, в принципе, на пользу. Он снижает вашу производительность на инструменте, да? Мешает абсолютно нормальной работе дыхания, аппарата, вот. Как что еще? Ну, можно еще, в принципе, вот, у многих драматических актеров есть такой прием, который тоже правильный, это представлять место публики, четвертую, как бы, стену, вот. Как будто нету публики, просто кирпичная стена, и вы перед ней играете. Это помогает, это действительно помогает. Либо абстрагироваться и представить себя не в зале, а дома, на кухне вы, то есть, мы, когда занимаемся, нам кажется, что, в принципе, у меня все здорово получается. А потом, как мой покойный педагог говорил, синдром включенной люстры в большом зале. То есть, буквально на генеральной репетиции все здорово получается, ты достаточно, как бы, в себе уверен, потом ты выходишь на концерт, и включают эти лампы, и ты понимаешь, что вот сейчас ты играешь. Как бы, сегодня последний раз. И у тебя этот синдром тоже щелкает, и ты начинаешь излишне волноваться, опять же. Вот здесь нужно тоже отключиться, и абсолютно просто представить себя не в зале, а действительно, дома, на генеральной птице, в коридоре. Это помогает, это действительно помогает. Нужно это состояние не усугублять. То есть, ой, зал, ой, слушатели, ой, я сейчас волнуюсь. Нет, вот здесь вот наоборот нужно, как бы, отмотать назад и успокоиться. В том плане, ну, зал, ну, нету зал, ну, вот стену я перед тобой представляю. Сейчас я просто сыграю, и все. Так, что еще по этому поводу можно сказать интересного? Все время, во время игры, контролируйте процесс игры, не пускайте ничего на саботек. Пропивайте во время игры про себя текст, все время контролируйте. Это позволит вам удержать ситуацию под контролем. Иногда вот, когда чувствуешь, что тебя несет, что ты не держишь себя в руках, начинай просто параллельно нотами петь текст. И это позволяет вернуться в русло, действительно позволяет. И ты как-то вот, ну, меньше волнуешься, и у тебя начинает получаться. Это очень полезный такой вот момент, не пускать ничего на самотек. Да? Вот какие у вас случаи бывают в жизни? Как вы справляетесь с волнением? Давайте поговорим на эту тему. Вот, Эльдар, как у тебя на сцене бывает? Ну, я стараюсь действительно представлять, что я где-то в другом помещении, когда выхожу, видя при этом, что полный зал у людей. Я представляю, что как будто бы я в зале один. Либо я начинаю думать о том, что сейчас я хорошо сыграю, сейчас я должен понравиться зрителям. И исполнить произведение так, чтобы им понравилось. То есть сам себя стараюсь вгонять в то положение, чтобы я сыграл лучше. Ну, то есть ты волнение все равно как бы допускаешь, но ты его в себе не запираешь, да? Нет, я постараюсь его больше выпустить как-то. Это правильно, потому что в любом случае все равно у нас в процессе концерта мы все равно от него, оно уходит. Человек принимается, ну, как бы привыкает к этому состоянию на сцене в любом случае, да? И уже начинает потом, как говорят исполнители, вошел в раж. Это вот он не вошел в раж, это его волнение не отпустило. И он уже начал играть эмоционально, потому что, естественно, в любом случае, сначала все очень так, мы вот как духовики. Сначала главное думаешь, главное не накиксовать. То есть осторожничаешь, да? А потом уже, когда вот действительно все, ты уже на сцене свыкся, твое волнение вышло, и ты уже начинаешь. То есть действительно не запирайте волнение в себе. Оно есть, от него никуда не деться. Просто мы с ним живем, мы с ним играем, да? Какие еще вот есть? Дим, а ты? Ну, я стараюсь играть даже, когда я сам занимаюсь, представляю, что меня кто-то слушает, и что есть какая-то ответственность. Вот Дима сказал слово ответственность. Ответственность, к сожалению, она мешает играть. Причем, чем мы становимся старше, почему маленькие дети не волнуются? Для них это пока элемент игры, для них здорово. Они вышли красиво, в белой рубашечке там, на сцене, все хорошо. Они еще, когда маленькие, там, лет до 8-9, они не волнуются. У них такого нет, они вышли, поэтому, вот. А потом начинается, потом начинается, когда уже такая, а как же я на экзамене сыграю? Вот уже начинает мальчик думать, и уже у него появляется вот это вот волнение, это лишнее, он уже перед сценой выходит, а если я не сыграю? А если мне поставят 4 там или 3, да? Дальше начинается другая ответственность. Ты начинаешь, что ты вот не поступишь уже в училище. Раз ты волнуешься на экзамене. И что? Волнение, оно вредит. Вот как человек в ветреную погоду же он идет, и все равно он идет и дойдет из точки А в точку Б. Ему этот ветер, как бы, вот он с ним смирился, или в дождливую погоду, да? Он надел капюшон и пошел, тоже наше волнение. А ну с нами, хорошо, пускай, но я буду дальше идти. Вот, и чем старше становится исполнитель, тем больше на него эта ответственность давит. Вот, ну там, например, когда человек становится уже большим музыкантом, да? Как говорят, не так сложно на вершину влезть, как на вершине удержаться. Потому что, например, если одно и то же произведение играет большой мастер и играет студент, то студенту легче в этой ситуации. Он выйдет, с него взятки гладкие, с него спрос меньше. Он выйдет, хорошо сыграл, скажут, молочина красавец. Плохо сыграл, скажут, ну что у него студента. А вот если профессионал уже мастит и выйдет и сыграет плохо, ну даже хуже, чуть-чуть ниже, чем он может, скажет, ну все, сдает. Вот это очень сильно влияет у взрослых музыкантов на их исполнение, действительно. То есть потому что наша профессия, она достаточно жестокая, в принципе, музыкальная профессия. Как бы вот это ни казалось, красиво, музыка, фраки, все. Чуть-чуть тебе стоит оступиться, все. Уже как бы вот репетационные потери очень сложно потом вернуть. Особенно, когда ты уже зрелый профессионал, действительно. Ну один раз простят, второй скажут, ну все, уже что на него ходить. Он там кексует, у него там ноты. И вот от этого очень сложно профессионал. Многие начинают там опять таблетки пить, еще что-то. То есть не надо об этом думать в разлишний раз. Я играю музыку, и на каком уровне я не был, прежде всего я играю музыку. Чтобы было хорошо мне, слушателям. А что обо мне скажут, это уже, конечно, вопрос второй. То есть вопрос не моей совести, а вопрос тех, кто мне скажет. Правильно? Еще что хотите спросить по поводу волнения, по поводу поведения на сцене? По поводу настроя? А если конкретно что-то не получается технически? Ой, тут все, не волнуешься, а какой-то конкретный момент технический не идет. И именно в этот момент все волнение прибыло, пик такой. На концерте? На концерте нужно попробовать, если ты соло играешь, попробовать все-таки структуру фразы построить так немножечко, исходя из собственного, где-то замедлить пассажи, где-то... Ну, бывает так. Ну, ты понимаешь, что вот сейчас ты эту ноту, бывает, на нужном нюансе не возьмешь. Ну, возьми чуть-чуть потише. Чуть-чуть, как бы, поступив в ситуации, как бы в данный, как вот тебе велит твое состояние. Ведь очень многое еще зависит от твоего физического состояния. Ты после переезда, после перелета, да, можешь сыграть. Тогда нужно, конечно, подумать об этом. Немножко поменять, или как насты року на сцене, там, где-то потише сыграть, где-то помедленнее, где-то... Ну, все равно, если ты музыкант, ты это сделаешь музыкально и хорошо, да? Если ты свежий, выспавшийся, да, то, конечно, играй на максимум. Но, вот, да, я не сказал. А то, что наша работа, она очень связана с переездами, с гастролями. У нас часто часовые пояса меняются. Там, мы прилетаем, не можем заснуть вниз на другой полушарии. Там, или не можем проснуться, у нас там давление, еще что-то, да? А публике это все равно. Что ты там летел 32 часа, она пришла на тебя, она купила билет. Вот здесь тоже нужно, исходя из этого состояния, распределить силы. Это, кстати, тоже помогает на сцене. Ты, как бегун, ты понимаешь, ты начинаешь думать, так, здесь я сейчас, мне нужно здесь чуть-чуть задержаться. Здесь можно, да, здесь хорошо, здесь средний регистр, тут удобно. Сейчас я тут красивым звуком. Так, здесь опять тихонечко. И это тебе тоже помогает справиться с волнением, потому что ты начинаешь думать о чем-то другом. Есть еще, ну не знаю, как вот, не знаю, как профессиональные стрелки делают, спортсмены. Они себе какой-нибудь раздражающий фактор создают в организме. Ну, там, что-нибудь у них там. Стелька неудобная, еще что-то. Но чтобы в этот момент на нее можно было отвлечься и этим тоже сбавить, сбросить волнение. То есть думать, ага, ага, сейчас, стелька что-то. Вот, и оно тоже помогает отвлечься от волнения. Вот это тоже, кстати, полезная штука. То есть все методы хороши, кроме таблеток, алкоголя и лишних нервов. Да, поэтому, друзья, я вам желаю удачи. Вот, и я думаю, из того, что мы сейчас сказали, что-то для вас в любом случае пригодится. Да, просто смиритесь с вашим волнением. Удачи! Продолжение следует...